Совсем скоро наступит Новый год по старому стилю. Обычно этот праздник отмечают не так бурно, как 31 декабря. Однако и он не обходится иной раз без жертв. Если вы хотите устроить с 13 на 14 января праздничный фейерверк, помните о правилах безопасности в обращении с пиротехникой. Старый Новый год – один из любимых и традиционных праздников в нашей стране. Одна из замечательных традиций – запуск фейерверка, взрыв петарды и другой пиротехники. Но кроме букета положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть и другая сторона – опасность для здоровья людей. Чтобы избежать покупки бракованной и некачественной продукции, стоит приобретать фейерверки только в сертифицированных и проверенных магазинах. Пиротехника должна быть качественной и иметь необходимые сертификаты соответствия. Убирая пиротехническое изделие, необходимо обратить внимание на срок годности, который указан на упаковке непосредственно пиротехнического изделия. Также на упаковке у нас указан артикул. В соответствии с данным артикулом мы можем запросить у продавца сертификат соответствия, который они обязаны нам предоставить. Запускать салюты во дворах запрещено. Очень опасно. В сети много новогоднего видео, когда люди буквально подрываются на фейерверках или запускают салют прямо с балконов. Горящие римские свечи родители зачастую дают в руки детям. Из-за неумелого пользования пиротехникой в новогодние праздники по стране зарегистрировано 11 пожаров. И при этом, что в каждом городе выделены безопасные площадки для салютов. Снега в этом году в России мало. Воткнуть салют в сугроб, чтобы было безопасно, получается не всегда. В соответствии с классами мы можем пользоваться с первого по третий класс в черте города. Непосредственно места определяет администрация города. И эти места будут выставлены на официальном сайте администрации города ближе к Новому году. Они уже определены, их опубликуют непосредственно уже ближе к Новому году. Нужно обязательно отказаться от запуска салютов, даже несмотря на праздничную дату. Если на улице сильный ветер, пиротехника может подождать и более благоприятной погоды. Мы желаем всем веселых и безопасных праздников.